Всем привет! Предлагаю вашему вниманию обзор точилки от компании Ганза модель G501, предоставленная для обзора магазином Fonaric.com. Это точилка с фиксированными углами, как видно на картинке, с алмазными четырьмя брусками. Поставляется в такой вот пластиковой коробочке, инструкции на лицевой и на обратной стороне. Давайте посмотрим, что у нас идет в комплекте. Как видим, коробочки все разложены по своим местам, но при транспортировке все гремит и вываливается со своих позиций. Итак, первое это масло для заточки. Для чего оно надо? Оно капается на абразивный брусок, чтобы меньше он загрязнялся и скольжение было более плавным, и снятая стружка работала у нас как абразив. Далее, самый основной элемент данного набора это зажим для ножа. Выполнен из алюминия и пластика. Это в какой-то мере копия точилки от марки Lansky, но там весь вот этот механизм, где его разный, скрепленный винтами, выполнен из алюминия. Отличие в том, что там углов заточки гораздо меньше. Здесь углы заточки, 7 углов заточки у нас сразу есть. То, как эта работа собирается, будем говорить дальше. Алмазные бруски с зернистостью от 360 до 800. 800, конечно, нельзя назвать идеальный для финальной шлифовки, но вполне можно им работать и не знать горя, если не стремиться к чему-то там сверхестественному бритвенной мегаостроте и не рассматривать заточенную режущую кромку под микроскопом. Рукоятка для зажима и отвертка, чтобы зажать винт крепления. Давайте посмотрим, как это все работает. Берем отвертку, раскручиваем винт, как сказано в инструкции, на ширину обуха ножа. С тем, чтобы губки у нас сжали обух по максимуму. После чего финальная фиксация производится черным винтом. Далее пластиковые губки отжимаем с направляющими и фиксируем их одно относительно другой красными штучками, которые ездят по направляющим. Сразу соскочила. Вот так вот это все выглядит. Ручка. Ручка может быть установлена на основании, которая в свою очередь может быть прикручена к какой-то массивной деревяшке, рабочей поверхности, чтобы меньше это все тряслось и спокойно можно было удерживать всю систему. Вот в таком вот виде. После чего берем необходимый брусок. В каждом бруске есть металлическая направляющая, она никак не закреплена, фиксируется только резиновыми прокладками, которые не дают ей выпасть, потеряться. И в отличие от той же ланске, там фиксатор, винтик в каждой из этих. После этого выбираем необходимый для нас угол заточки. Смотрим, чтобы он соответствовал углу заточки ножа и начинаем соответственно точить, не забыв капнуть на алмазную поверхность масло для заточки. Когда мы одну сторону заточили, достаточно просто снять с ручки, перевернуть, выбрать тот же самый угол и продолжить заточку уже с другой стороны. Ручка достаточно хлипенькая, пластиковая, не знаю, сколько она будет удобна, но при заточке вполне удобно держать нож в руках, упереть руку в что-то и сделать те же самые операции, держа нож за его рукоятку. Точно так же взять нож в левую руку, в правую руку, левой рукой производить заточку. Какого-то дискомфорта особого это не вызывает, даже если вы правша. Такой вот механизм для заточки ножей. Спокойно здесь можно зажимать и ножи со спуском от обуха, проблем с этим не будет. У бруска с зернистостью 480 есть такая проточка для заточки, как я понимаю, рыболовных крючков. 4 бруска, разная зернистости, конструктивно одинаковые. Из минусов набора мне немножко не понравилась хлипость этих пластиковых направляющих с углами. На самом деле никакой силовой нагрузки на них нет, они просто используются для направления камня. И все. Основная точка упора силы у нас вот на лезвие, она передает упор силу на алюминиевую часть. В сравнении с той же точильной системой Ганза Тач ПРО, 501 точилка имеет более компактные размеры и более удобный кейс для транспортировки. Отличия, как я уже сказал, это то, что в 501 это алмазные камни, а в Тач ПРО это керамические камни с другой зернистостью, гораздо более мелкой есть, которые позволяют довести уже до зеркального блеска режущую кромку, если для вас это столь критично. На этом все. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Начильный станок марки Ганзо модель G501 Р hocales по металлим. Редактор субтитров А.Семкин